всем привет всем привет народ сегодня суббота мы решили прогуляться солнышко у нас светит более-менее еще конечно утром так прохладно в цветерках курточки он светок ну потом будет думаю потеплее потому что обещает принципе не так уж сильно холодно днем сейчас магазин может смотаемся для цветочков поешь купить и по земельки мне надо землю пересадить 11 11 денежный дерево одно комнатное растение денежный день вот поедем земельки клубе не хотим у меня меня было несколько но я их все раздарить не все раздарила так как и обещали в магазинчик поедем вы пока дорогу смотрите запоминайте уже многие говорят что они знают байоносаверс лучше чем свой город так что вот еще дальше смотрите а мы пока будем рассказывать интересующие вас вопросы раз раскрывать там меня спрашивали все время какие зарплаты вот в аргентине да и я хотел сказать у меня не было с собой таблички я только намекнулся вот я видел одну там табличку который печатались зарплаты всевозможные сейчас света нашла эту табличку по дороге будем рассказывать что у нас там получает народ бедный сколько чего получает агрикультура гонолерия касса и сильвикультура получает от 11 приблизи один но тут как написано приблизительно 12 тысяч ну вот агрикультура агро промышленность и животноводство так для тех кто первый раз нас смотрит или кто забыл об этом у нас это мы называем цены в песах аргентинских песок не думайте это не в долларах совершенно доллар 1 к 16 то есть 16 даже 1660 уже 16 без 1 доллар так что вот эти цифры что мы называем вы потом на 16 сами там на калькуляторах щелкайте и будете знать значит сельское хозяйство 12700 сельское хозяйство же в водномодство все что сюда относится дальше песка это рыбная ловля от 19 до 27 тысяч промене то есть среднем написано 27000 эксплуатационные минас и кантерас шахтеры шахты не знаю ну смотря конечно кем вы там в шахте работаете написано что шахтёры шахтёры шестьдесят две тысячи это люди которые самые большие получают это ухты думал выскочить на мужчин дальше электричество газ и вода это и отрасль в среднем 41 тысяча вот получают люди 41 48 строительство в среднем 16-12 тысяч невыгодно кирпичи то снова 16 тысяч тысяч долларов вот под 1000 долларов на около тысячи тысячи и меньше скажем так коммерцией репараций он из ремонт обслуживание так как мы да 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 к нам относятся сервисы всякие до сервис и и коммерцией продажа там киоски какие-нибудь понятно всех разных коммерцией скажем магазин если у вас там коммерция коммерция значит в среднем 2 от 17 до 21 тысячи ужас подержу то есть средняя написано так 17 и в среднем то есть 21 ну чем 17 21 принципе но не больше видите ли 17 может быть и 15 может быть 20 понятно месяц на месяц не приходится может быть меньше но в среднем ну в общем мы вам рассказываем то что таблички рассказываю про среднюю зарплату даже написано репараций у нас это смотря если у вас какая фирма у нас на нашей фирме два человека есть фирмы 100 человек работает тоже тоже нельзя как бы но в среднем зарплата такая то здесь же как бы зарплата пор сектор приватно значит дальше отели и реста и рестораны в среднем 13 тысяч от 10 до 13 тысяч еще меньше получается транспорт коммуникации от 26 до 30 тысяч финансовые посредники интермедиацион финансира 33 40 тысяч от 33 до 40 значит дальше инмобилиарья то есть это каких риэлторы да ну да риэлторские всякие которые и импрессориарис де альгири в общем риэлторы риэлтор 15 до 20 то есть в среднем 15 но может быть и 20 инсинянса эту кассион учителя всевозможные наверно ну да учителя профессора и так дальше все что относится к школам садикам университетом среднем 11000 но может быть и 14 понятно это все в какой вы школе работаете я знаю что например учителя многие работают не в одной школе а в двух например да зависимости от того сколько лет вы уже учителем работаете если вы только начинающий учитель вы получаете минимальную 11000 если вы уже проработали там с десяток лет то получаете больше смотря в какой школе вы работаете в частной школе получают конечно же немножечко больше чем государственной школе но среднем получают 11 14 тысяч то есть меньше 100 долларов а меньше из фенитики тысячи долларов где-то 800 получается да ну да значит сервисе асоциализе салют салют это здоровье и социальные всякие службы получает в среднем 19000 как бы средняя до зарплата 19 но в среднем 23000 то есть приблизительно 19 23000 и последнее что у нас здесь стоит сервисе коммунитарии социализ и персонали из это кто такие мы боремся зам услуги всякие делают. В общем, фигио знает, что это такое. Короче, 22 тысячи. В общем, за это фигио знает, что получают где-то 22 тысячи. В общем, больше всего получают шахтеры, но здесь, например, информационные технологии, здесь их нет. Они получают около 30, 20, 30 тысяч, правильно? Да. В среднем. Смотря, понятно, тоже, где вы работаете. То есть, где, как, на крупную компанию работаете. На хорошие, какой-нибудь, занимаете хорошую должность, высокую, получать можете 50 тысяч. А работаете сами на себя, можете и на 10 тысяч не заработать. Поэтому все очень в зависимости. Но, как видите, самое минимальное получается здесь, отели, рестораны 10 тысяч. То есть, это приблизительно 700, я так думаю, долларов. Ну, да. Я же говорил, в ресторанах им вообще платить не надо. Они там на одних этих, которые им оставляют. Отель и бизнес. Ну, ты тоже смотря кем-то. В отеле работаешь, ты убираешь комнаты, или ты администратор, или ты там, я не знаю, кто ты там. Или ты хозяин отеля. Ну, это средние такие зарплаты. То есть, зарплаты, конечно же, как нам говорили в комментариях, да, там один мужчина или женщина, не знаю, кто писал нам. Ну, наверное, в Буэнос-Айресе около 20-30 тысяч зарплата. Но я вам скажу так, что по статистике у нас минимальная зарплата 8-800. Хотят сделать через год 10 тысяч, то есть, там будут добавлять по чуть-чуть каждые три месяца. Вроде бы закон уже приняли, но 10 тысяч через год это тоже... Уже все не будет столько стоить. Будет стоить. Меньше купить, чем сейчас, за те же можно. Если у нас, как мама говорит, вы опять проценты, да, мы опять проценты, потому что люди интересуются. Значит, если у нас... А мы опять за рыбу гроши. Если у нас за неделю доллар подскочил на 30 центов, то, знаете, ну как? Людям интересно. Что люди спрашивают, то мы и рассказываем. О чем я хотела еще сказать? Больше ничего. Ты хотела сказать о том, что некоторые у нас спрашивали, каких работников у нас в Арентине не хватает, чтобы типа они приедут и поработает. У нас в Арентине не всех работников хватает. У нас еще куча безработных есть, своих, которые повыгоняли с работы, которые ищут работу. Не, я хотела еще сказать, что по статистике половина жителей Аргентины получает, ну, около половины жителей Аргентины всей, получает минимальную зарплату. То есть 8 тысяч 800. Это 500 долларов. Так что вот так вот. Все. Мы до магазина уже доехали, так что все, всем большой кисточкой вам привет с кисточкой, чья там кажется. Ну, я еще сегодня покажу, как я пирог делаю. Да, может мы, конечно, еще сообразим на обратном пути с магазина, но сейчас мы уже ехали в магазин, так что... Мы не хотим, чтобы влог был такой силен, а такой вложик, знаете, с маленьким. Да, 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 такой маленький вложик. Да, как нас спрашивали, какая еда в Аргентине популярна, 5-10, сегодня как раз я буду делать тарта. У меня тарта будет овощная, поэтому посмотрите, как я готовлю. То есть там очень быстро, очень просто. Заготовочка у меня уже все есть, все до кучи слеплю и покажу. Вот на улице стоит полицейский патруль, мы сейчас перед ним свернем, но я в смысле, что теперь у нас начали часто на улицах тоже проверять. Видите, вот останавливают машины, я имею в виду, проверяют документы. Вот две дамы стоят, видите, любую могут остановить и проверить документы, страховку, документы. Раньше как бы так редко делали это, а теперь почаще стали. Ну, в городе вообще такого не было раньше. Ну, да, в городе вообще раньше можно было без прав ездить, наверное, годами. Да, годами, да. Никто к тебе ее не спросил бы. А теперь вот уже часто и часто я на такие контроли как бы это нарываюсь. Так, бумажка, взяли. Да, сейчас сюда, назад так сдам. Да и заеду. Такой огромнейший магазин. Такая душевая кабинка, например, 10 тысяч. Так, отдел сковородок всяких, посуда. Вот. Не знаю, хотела такую посмотреть, но что-то на нее я не вижу цены. Нет на нее цены. Надо будет узнать. Здесь тоже всякие наборы кастрюлечек. Данечка, выбираем мандарины, да? Мандарины у нас очень дешевые сейчас, по 9 песо за килограмм. Сезон цитрусовых сейчас зима. 10-5. Ну да, я ж говорю, 10-5 за килограмм. Другие яблоки 22, к примеру, да? Да. Вот зеленые яблоки 47 вообще за килограмм. Поедут ваши. Как раз над нами, где он там, самолет пролетел. Так. Наши покупочки сегодняшние. Мандарины, яблоки. Дальше я купила землю. Вот такую пересадить. Денежное дерево. Вот такая земля для кактусовых. Подожди. Вот, видите, написано, что здесь хороший дренаж. Ну, в общем, и всякие такие дела. 5 литров написано. 5 килограмм, я не знаю. 5 килограмм. Земелечка. Земелечка такая. Коробки для чего? Посылки мне надо отправлять. У меня же конкурс уже сегодня состоялся. Есть те, которые выиграли... На испанском. Да, на испанском канале. Те, которые выиграли удочки, выиграли катушки. Так что из этих буду посылки делать для удочек. Такие разрезать и монтировать такие боксы, в которых отправить. Чтоб почта не поломала. Так, дальше. Что у нас тут? Вешалки, все, да? Вешалки. А, еще что? Вешалки. А где моя лопаточка? А, вот твоя лопаточка. Значит, вешалки, смотрите, здесь только 8. 8 штук. И вот такая лопаточка. Красивенькая мне для кухни. Моя уже не очень, поэтому... Можно землю мешать. Ага. Так, затем купили вот такую сковородку. Классную. Надеюсь. 535, да, вышла? Там без цены было пока... Ну, подожди, я не говори. 525. Да не маши ей так перед камерой. А я смотрю, как она там, увесистая или нет. Знаете, когда возвращаешься там с пьянкой домой. С ковородкой. Так, иди сюда. Ну, в общем, попробуем. Подожди, какая она. Ну, вроде тяжеловатенькая, что? Поломанная. Как поломанная? Вот так поломанная. Иди поменяй, там еще одна висит. Иду поменяй, давай чек. Сейчас, подожди. Давай уже все покажу я и это. Дальше тапочки вот такие купили. Кафе. Две курицы, одно вино. Хорошо, Леня, короче, пошел менять. Взял чек? Ну, а какие-то взял, наверное, висит. Там еще одна висела. Две курицы. Фильтр для кофе, одно вино и все. Ну, в общем, короче, Леня пошел менять сковородку. Хорошо, что мы снимали видео. Видите, как иногда бывает полезно поснимать, показать и рассмотреть. А так бы пришлось возвращаться. Это далековастенько. Поменяли? Поменяла, куда они делают? Покажи. Ну, вот. Целая ручка. Та, видно, может, упала. Мы не обожгли внимания. Ну, да, наверное. Мы уже приехали домой. И, как я вам обещала, приготовлю сейчас, по-испански называется, тарта de vegetales. Это одно из блюд, которые тоже, как бы, ну, не знаю, национальная кухня, не национальная, но оно очень популярно. То есть, тарты, типа, как импанады, пирожки, пироги. То есть, по-нашему, это будет открытый овощной пирог. Начинка у меня уже готова. Здесь обжаренные овощи. Из овощей цветная капуста обжаривается отдельно. Даже она не обжаривается, а как бы немножечко притушивается. То есть, она еще как бы хрустящая, но вместе с тем и не сырая. Затем тертая морковка. Здесь одна была большая. Лук. Все овощи обжаривались отдельно. Лук, кабачок кубиками порезанный. И грибы, в нашем случае, как они, рыжики, которые мы собирали месяц назад. Можно добавить шампиньоны, можно без грибов. Можно добавлять баклажаны. То есть, все грибы, все, как видите, овощи, они не влажные. Вот они такие, видите, сухенькие, скажем так. Затем в эти овощи я добавляю здесь два яйца и сливки. Сливок приблизительно, я не знаю сколько. Ну, вот два яйца и сливки, наверное, 100 мл приблизительно. Эту смесь я добавляю сюда. Затем тертый сыр. Половину добавляю, половину оставляю, так как буду сверху его, притрушу сверху, скажем так. Ну, вот так где-то. Это все перемешиваем. Понятно, можно добавить любые специи. Я добавила у меня смесь приправ. Сейчас я вам покажу. Так как всякие специи я очень люблю, поэтому здесь у меня идет кориандр, красный перец молотый, горький перец молотый, тоже красный, орегано, лавровый лист и каннеля. Это будет корица. То есть, ну вот, вы добавляете специи, которые вам больше всего нравятся. Соль, перец, соответственно, по вкусу. Все хорошо перемешиваем. Так, пока я это отставлю. Берем уже готовое тесто. Оно у нас продается вот такого типа, разные марки, кругленькие. Одну я вчера готовила тарту. Вот видите, на картинке можно делать закрытый пирог, то есть, или открытый пирог. Вот эта вот штука продается здесь по два, по два кусочка вот такого уже теста готового. Вот сейчас я один, один я вчера использовала, один будем использовать сейчас. Так, для начала растительное масло. Смазываем хорошенько. Бортики также. Теперь берем наше тесто, аккуратненько выкладываем. Теперь вот так вот стараемся поднять бортики. Это тесто не слоеное, это обычное тесто. Там идет мука, вода, маргарин, что-то такое. Можно брать слоеное. У нас также продается и слоеное тесто. Это обычное, не слоеное. Вот такого типа поднимаем немножко бортики, так как мы сейчас будем высыпать начинку. То есть, хорошо приготовить такую начинку, знаете, на пару дней. Просто взял, раз-два и все готово. Так, сюда обязательно или молотые орехи какие-нибудь, или молотые сухари. Иначе будет все влажненько, скажем так. То есть, не с пирога у нас будет не хрустящий, а влажный. Поэтому немножечко молотых сухарей добавляем на дно обязательно. Можно молотые орешки какие-нибудь. Теперь выкладываем начинку. Можете добавить, например, вместо грибов куриную грудку, порезанную кубиками. То есть, вариаций много. Мясные так делают пироги. Например, там фарш, овощи какие-нибудь. Главное, чтобы начинка не была слишком влажной, слишком мокрой. Теперь закрываем бортики. Надеюсь, вам все видно и понятно. Можно делать такой закрытый пирог. То есть, берем второй кусочек теста, который продается, и сверху... Вложим второй кусочек теста и защипываем края. Но мне нравится, когда меньше теста и больше начинки. Поэтому иногда, правда, делаю закрытые пироги. Но в этот раз, так как у меня было много начинки, поэтому я решила сделать за два раза. Один мы уже вчера сели. Ленечка, было вкусно? Очень. Мы дождусь второго. Конечно, уже сейчас без 15,3 дня. Ну, а мы еще... Маковые крошки, может, и не будет. Маковые крошки, может, и не будет. Так, надеюсь, вам все видно. Теперь этот пирог мы... Духовка у меня уже разогревается минут 10, как... 200 градусов. Хороший такой, знаете... Ну, можно 180, 190, 200 градусов горячая духовка. Посыпаем тертым сыром. И все. И отправляемся в духовочку. На сколько времени? Приблизительно на полчасика. Ну, смотрите, когда приготовится. Вот такая вкусняшечка получилась. Наконец-то мы сейчас уже будем обедать пол четвертого. На этом все. Видео заканчиваем. Всем желаем всего самого хорошего, здоровья. Всем удачи. Всем пока.